Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Саня Ибанит, и сейчас у меня для вас экстренная новость. В данный момент Владимир Владимирович Путин проводит ежегодное обращение к Федеральному собранию Российской Федерации и выступил с инициативой разрешить тем ребятам, которые поступают по ЕГЭ, пересдать один из предметов. Действительный механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Что вот я предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении. Дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно по выбору самого ученика, предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. И сделать это до конца приемной кампании в ВУЗы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи. Это, конечно, очень круто. Я знаю, что ЕНТ, казахстанский ЕГЭ по сути, там тоже есть возможность пересдать экзамен. И мне кажется, это правильно, потому что человек может быть не в настроении, или может попасться в вариант какой-то глючный с ошибкой, или у него там температура, а он не отменил ЕГЭ и все равно на него пошел. И почему бы не разрешить пересдать тем, кто хочет один из экзаменов? Мне кажется, это снизит стресс, который испытывают ученики при сдаче экзамена, и реально повысит результаты. Но сразу же возникает куча дополнительных вопросов. А кто это будет проводить? А где брать бюджетное проведение всего этого? А сколько будет волн поступления в этом году? А если вот первая волна поступления прошла, а потом пришли новые результаты, может ли вырасти БАУ проходной в какой-то ВУЗ, или как он вообще будет меняться в процессе? Сразу куча-куча возникает вопросов. И смогут ли организовать наши чиновники в этом году пересдачу ЕГЭ? Или не смогут? И это смогут провести только в следующем году. Большой вопрос. Да и вообще, вот знаете, когда мы что-то новое вводим, связанное с ЕГЭ, я замечал такую вещь, что все нововведения сначала идут наперекосяк. Куча недочетов, куча недоработок, и в итоге все работает плохо. Поэтому, несмотря на то, что инициатива крутая, если ее в этом году введут, скорее всего, сделают тяп-ляп, и работать будет плохо. Но, в любом случае, пересдать экзамен – это вообще супер. И если вы прям откровенно завалили, вот там, все сдали хорошо, я там, не знаю, физику или матч-шоу, ну вот просто залажали и все. Хотя понимаете, что, знаете, предмет круто. То, естественно, сам Бог велел сходить и пересдать. Но тут возникает другой вопрос. А точно ли вы сможете сдать выше, чем вы сдали первый раз? Может, вы действительно на первый раз показали свой максимальный результат, и больше вы в этом году набрать не сможете? То есть, как я понимаю, будет засчитываться не первый ваш результат, а второй. Не лучший результат, именно второй. Кстати, вот в казахстанском ЕНТ засчитывают именно лучший результат. Ну, опять же, это все вопрос дискуссии, мне кажется, на данный момент. Какой результат засчитывать и так далее и тому подобное. И все это будет много раз обсуждаться. И окончательно мы, наверное, узнаем уже непосредственно к проведению самих экзаменов. В общем, инициатива класс. Если тебе понравился этот видос, то ставь лайк, подписывайся на мой канал. И будем смотреть дальше. Естественно, я буду держать тебя в курсе. И сниму еще какие-нибудь видосы по этому поводу. Пока.